Вчера мы говорили о церкви, сегодня тема рождения свыше и крещения Духом Святым. Если тема о церкви, и раньше была о Боге, о Христе, это как-то такие темы на слуху. А вот два слова, рождение свыше и крещение Духом Святым, читающие Евангелие, конечно, с ними встречались. Сказать, что эти слова у нас на слуху, что они как-то употребляются нами, навряд ли. И поэтому мне хотелось поговорить об этом, тем более, что это очень и очень важно. Мы хорошо знаем такое слово воцерковление, да? А вот рождение свыше. Мы, например, говорим, что Иван Петрович воцерковленный, а Татьяна Николаевна нет. А можем мы сказать, что Иван Петрович рожден свыше, а Татьяна Николаевна нет? Духу хватит, так сказать, и само какое-то внутреннее ощущение понимания этого. А уж тем более сказать о крещении Духом Святым. Свидетельство о крещении у нас сейчас выдается, а хотя бы у кого его и нет, знаю, вот мы крещенные. А есть ли о крещении Духом Святым? Вот немножко об этом побеседуем. Рождение свыше. Ночь. Иисус один беседует с человеком. С человеком известным, человеком знатным, человеком богатым, который именно поэтому и боится прийти днем и беседовать с учителем открыто. Между фарисеями, это Евангелие от Иоанна 3 глава, был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Почему? А таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить. Если не будет с ними, с ним Бог. Вот и мы говорим, а вот такой-то прозорливый, а вот такой-то целитель. И если через человека совершаются какие-то особые явные дела, этот человек привлекает к себе внимание, люди идут к нему. Так и Иисус привлек к себе внимание множеством чудес, которые он совершал. Иисус сказал ему в ответ, что? Он поступил так, как поступал очень часто. Люди спрашивают его об одном, а Иисус говорит как будто о другом. Но оно именно к этому. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Он тоже говорит, что ты учитель от Бога, потому что ты творишь чудеса. А Иисус переводит тему. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Никодим, когда услышал это, он говорит ему, а как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Ну, понятно, абсурдность самой мысли о возможности вторичного рождения. Слово свыше здесь, это русский перевод, который только отчасти передает значение слова, использованное в оригинале, в греческом тексте. Более точно, точен славянский перевод. В славянске здесь паки, паки бытие. Паки, это слово. Хотя славянское паки, это слово, но здесь отсутствует свыше. А вот в греческом тут такое слово, в котором есть и тот, и другой оттенок. И свыше, и снова. Никодим акцентирует внимание на снова. То есть еще раз родиться. Это невозможно. То есть о чем же ты, учитель, говоришь? Иисус отвечает, отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть. И действительно, рождаемся от плоти мы единожды. И второй раз в утробу материнскую не входим. А рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше или снова. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа. У меня вопрос. Ну, ответьте, конечно, по возможности кратко, так, в одном, двух, трех предложениях. Что такое рождение Иисуса, о котором Иисус здесь говорит Никодиму? Перерождение души. Значит, сначала прозвучало крещение, причем не единожды, да? А потом перерождение души. Что? Второе рождение души. Второе рождение души, да. Преображение, да. Хорошо, вот теперь мы и обратимся к этой теме. Иисус говорит о рождении свыше. Второй раз Он говорит о рождении от воды и духа. Ну, естественно, второе из речения, где говорится о воде, оно побуждает думать о крещении, да? Да. Скажите, вот даже мы здесь с вами в зале, нам не трудно ответить совершенно конкретно одним из двух слов, да, нет, и скорее всего большинство говорит, да, крещен ли ты. Не трудно, правда? Это вопрос легкий, и отвечать на него легко. Да, я крещен, я крещен такого-то числа, в таком-то храме, или в таком-то месте, таким-то священником, и так далее. А если вопрос будет задан, а рожден ли ты свыше? Мы сможем ответить? А ведь, смотрите, если кто не рожден свыше, то он не увидит Царство Божие. Поэтому с рождением свыше, как говорится, шутить-то не надо. Это не что-то, что может быть, не быть, а вдруг, а может быть, а как-нибудь. То есть это очень конкретно. Если кто не рожден свыше, то он не может увидеть Царствие Божие. То есть такой человек вообще ему никак не причастен. Второй раз Господь, говорит, не может войти в Царство Божие, а первый раз даже увидеть. Моисей, скажем, не вошел в землю обетованную, но он ее хотя бы увидел. А вот кто не рожден свыше, он не только не войдет, а он даже и увидеть не может. То есть у него нет никакой способности восприятию Царства Божие. Отсюда мы видим, насколько важен вопрос рождения свыше. Естественно, рождение свыше имеет прямое отношение к крещению. Но вот в обыденном таком варианте, который является преобладающим в нашей среде, мы как-то все к крещению и свели. Мы никогда не говорим своим детям, что Танечка, тебе надо родиться свыше. Мы ее уговариваем, что тебе надо покреститься, если мы сами этого не сделали, когда она была маленькая. То есть мы убеждаем людей принять крещение. И предметом нашей проповеди, нашего свидетельства, очень часто является именно крещение. А если мы читаем деяния апостольские и послания апостольские, мы сможем найти проповедь хотя бы одного апостола, и хотя бы одну, где бы апостолы убеждали своих слушателей принять крещение. Смотрите, ни разу и нигде. А наша проповедь, наша катехизация, она сводится к тому, чтобы убедить человека принять крещение. Более того, ранние христиане, они даже возбраняли это делать. Это считалось недозволенным. Апостолы, они призывали людей ко Христу. Они как раз проповедовали рождение свыше. И если человек делал определенные шаги в этом направлении, и если человек уверовал и покаялся, то тогда, как некую тайну, ему сообщалось о крещении. И в этом отношении так получилось исторически, что мы поступаем в этом отношении с точностью до наоборот. Мы сначала убеждаем человека принять крещение, не без надежды, что потом, вот благодать, полученная в крещении, в нем будет как-то действовать, и вдруг он все-таки будет верить, будет исправиться, ну и всякие прочие положительные моменты в его жизни будут наблюдаться. Вот здесь, дорогие, мы все перепутали. Классический пример проповеди апостола Петра в день Святой Пятидесятницы. Апостол Петр на вопрос, о чем говорит? Он говорит о Христе. Он говорит о Христе, которого убили, и которого Бог воскресил. Слушатели, они этим словом были сражены, оно их потрясло, поразило, и они задают вопрос, а что нам теперь делать? Если тот, кого мы убили, воскрешен Богом, тогда апостол говорит, покайтесь, и дальше и докрестится каждый из вас для прощения грехов. И уже как результат получите дар Святого Духа. Таким образом, наша проповедь и наше свидетельство, оно должно быть направлено на призыв к покаянию. И рождение свыше, оно начинается с покаяния. Естественно, с покаяния пред Богом, а значит, оно начинается с веры. Вот эти два исходных момента, уверование и покаяние, без них рождение свыше невозможно. Ведь говорится о рождении от воды и Духа, а не просто от воды. Здесь наша слабость в воспитании детей. Дети пока маленькие, они верят, ходят в церковь, причащаются, пьют святую воду и так далее. Потом они уходят. Почему? Почему в 14-15 лет большинство детей уходит? Причем, как правило, не отрекаясь от Бога, а просто остывая в своей вере и не нуждаясь на деле в ней дальше. Она вроде есть, но практически они уже больше в поверье не живут. Они были крещены. Но было ли уверование? Было ли покаяние? Ведь то, что мы часто исповедуемся, это еще не говорит о покаянии. Покаяние по-гречески метаморфоза, метаноия. Метаноия это обращение, а метаморфоза это уже преображение, о чем вы, кстати, тоже в начале, отвечая на вопрос, несколько раз сказали это слово. То есть, обращение, которое ведет к преображению. Если говорить о вере, то верующие почти все, согласны? Совсем неверующих людей очень мало. Их даже в советское время было очень мало. И среди атеистов, причем достаточно активных, их и то было очень мало. Потому что где-то в глубине у всякого человека какая-то вера есть. Но можно ли об этих людях говорить как об уверовавших? Вот человек имеет веру. У него есть вера в Бога. Он считает себя православным. Но можно ли его назвать уверовавшим? Вот чувствуете, разные слова, да? Обратите внимание, особенно в деяниях апостоловских, очень часто это слово и уверовал. Скажите, а уверовать надо только неверующему? Уверовать надо и верующему тоже. И вот здесь наш духовный провал, здесь видится где-то основа очень многих наших духовных неудач. Потому что мы говорим о вере, мы проповедуем веру, но не уверование. Мы порой даже не знаем, что это такое. Вера это некий фон. Это некий фон, в котором существует душа практически всякого человека. Еще Тертулян в 3 веке воскликнул, душа всякого человека по природе христианка. Но можно сказать, что все люди христиане? Нет. Хотя душа по природе христианка. То есть наличие некоторой религиозности, наличие некоторой внутренней веры в что-то сверхъестественное. Почти любой человек скажет, что что-то есть. По нашему времени у слова аура или что-нибудь всякий человек готов произнести. Неважно даже какое. Человек чувствует, что что-то есть. А вот уверование это совсем другое. Вы знаете, нашим даже верующим детям, им еще надо уверовать. И потому они в свои 14 дальше лет уходят и не нуждаются больше реально по жизни в Боге. Вспоминают о нем, когда им тяжело по жизни, когда гром грянет. Но это же совсем не то. Потому что не было уверования. Уверование это некое событие. Это не просто что-то абстрактное и отвлеченное. Уверование это и есть первый шаг к рождению свыше. Если вот этого уверования в душе человека не было, то говорить о рождении свыше очень сложно. Ведь история знает не только крещеных, она даже знает и священнослужителей, о которых очень трудно сказать, что это уверовавшие люди. Уверование это, когда душу касается Дух Святой. Уверование это, когда в душе открывается Царство Божье. Уверование это, когда вера переходит из символа веры в сердце. Когда она переходит из культуры, из представлений, из образа жизни в реальное действие внутри нашего сердца. И очень часто люди, посещающие храм и участвующие даже в церковных богослужениях, они не пережили у этого уверования. Поэтому наряду с храмом у них тут же может быть все что угодно. Поэтому можно и ходить в храм, и откровенно жить в грехе. И даже участвовать в различных культах. И так далее. Можно ходить в храм, молиться, исповедоваться, причащаться и одновременно гадать, выражить, материться, курить, напиваться до пьяна. И даже как будто одно другому не сильно мешает. Скажите, а уверовавший человек мог бы все это делать? Нет. Вот рождение свыше, это в первую очередь уверование. Причем, вы знаете, уверование, это так же как крещение. Это некое событие, о котором можно прямо сказать, это было у меня, допустим, 10 октября такого-то года. Даже можно сказать, в каком часу это случилось. Евангелист Иоанн, он указывает, что это было в 10-м часу. В начале Евангелия от Иоанна. Он указывает конкретно. Это реальное, конкретное событие. И если такого реального, конкретного события в нашей жизни еще не было, тогда есть основания подумать о том, рождены ли мы свыше. А без рождения свыше мы не можем даже увидеть Царство Божие. Мы не можем о нем много слышать и знать. Но не увидеть и не войти. Мы не можем. Для этого нужно уверование. И дальше покаяние. Покаяние это не заполнение опросного листа, во что нередко превращаются наши исповеди. Когда священник спрашивает, причем особенно новоначальному, это бывает удобно. А вы лучше меня спрашивайте. Священник задает уже сложившийся перечень вопросов. И человек честно отвечает. Ну знаете, как ЕГЭ. Да, нет, да, 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 нет, нет, воровал, нет, да, обманывал, да, но немного, там то брал, это брал, это не брал, это делал, делал, изменял, нет, не изменял, аборты были, были, это не было, этого не было. То есть раз все, опросный лист заполнен. После такого исповеди, как правило, с человеком ничего не происходит. Он как не видел Царство Божие, так и не видит его. Метаноиния нет. То есть нет обращения. А обращение предполагает, что в ту сторону, куда ты шел, ты больше не шал. Поэтому в крещении это даже внешним действием не совершается. Человек обращается на запад, отрекается от сатаны и всех тел его, а потом поворачивается на восток. Но если в крестилке это делают, а иногда так и хочется сказать, проделывают, очень многие, а в жизни-то оно не произошло. Здесь просто так, ну батюшка сказал, повернись, повернулся, повернись сюда, опять повернулся. А в жизни-то это не произошло. Вот это должно произойти в жизни. Покайтесь и докрестится каждый из вас. Сложилась вообще непонятно откуда взятая практика крещения без покаяния. Ведь вот даже сейчас возьмем, в наших крестилках люди крестятся. Я сейчас говорю о взрослых. Взрослые люди крестятся. А покаяние есть перед крещением? Перед крещением есть хождение к кассовому окошечку, есть внесение определенной платы, есть приобретение некоторых необходимых священных предметов, крестика, свечи и так далее. А покаяние? Апостол Петр же не сказал, купите свечки, крестик и докрестится каждый из вас. Он сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас. Вот наше крещение без покаяния и без уверования. Одно дало нам конкретно в Красноярском крае такие результаты. В прошлом году во время плавания по реке Несей было миссионерское путешествие, возглавляемое владыкой, производился опрос, статистический опрос. Опрошены было примерно 1200 человек. От Красноярска до Норильска. 92% себя заявили православными. В церковь ходят, это в любом городе, и в Москве, и в самых маленьких городках, 1-2%. Основу православной культуры в этом же Красноярском крае выбрали 19%. На вопрос, читали ли вы Библию, вот в этом опросном листе, все ответили, что не читали. То есть, вот здесь и появляются вот эти вопросы. Для того, чтобы произошло рождение свыше, должно быть покаяние. Что такое покаяние? Мы немножко само это слово затерли. Покаяние, особенно если читать мужей апостольских, и учителей 2-го века, это вообще-то разовое в жизни событие. И как раз тем, что мы исповедуемся достаточно часто, мы порой где-то теряем понимание покаяния. Обращение, метануя, оно бывает один раз. И даже есть такие слова у апостола Павла, скажем, 6-й главе век еврея, и есть еще в некоторых других местах, что невозможно обновлять покаяние тех, кто однажды вкусил благодать. Как невозможно? Можно же прийти на исповедь и покаяться. То есть, покаяние как разовое в жизни событие. И как у нас бывают события, что вот это уже 5-й год, как я жил в таком-то городе. Или мы сейчас говорим, 2010-й год, вот Рождество Христово, да? Мы говорим, что это было на 3-й год моего обучения. Вот такие фразы нам всем понятны, да? А понятно, и бывает ли, даже в лексиконе нашем такая фраза, а это уже 5 лет, как я уверовал. Да ну, это уже 17 лет, как я верующий. То есть, является ли вот это событие в нашей жизни водораздельным событием, от которого идет счет времени? Если не является, то есть подозрение, что его в нашей жизни еще и не было. Один раб Божий сказал, что те, кто говорят, что мы всегда веровали, они, скорее всего, еще и не начали. Потому что есть только вот этот религиозный фон, а не было уверований. Покаяние – это все-таки разовое событие. И вот то, что мы это событие упраздняем и превращаем его в бесконечную вереницу исповедей, это саму исповедь формализует и делает часто бессильной. Один батюшка рассказывал, как он многое исповедует. А другой человек ему сказал, знаете, батюшка, у меня такое впечатление, что вы как камазами возите в ту сторону, а потом в другую сторону грехи людские. Они никуда не исчезают. И нет даже духовного роста. И нет преображения. Покаяние должно быть один раз и навсегда. Об этом вот у мужей апостольских очень четко есть. В Североафриканской церкви, в Карфагене, во времена Киприана Карфагенского, вообще обсуждалось, а может ли некогда покаявшийся человек покаяться еще раз? Можно ли его допустить до покаяния? Потому что если человек, однажды покаявшийся, вновь вернулся на жизнь греха, то ставилось все под вопрос и под сомнение. Человек, который пережил покаяние, вот то разовое, то, которое есть рождение свыше, он уже жить грехом больше не может. А что тогда наше христианское всегдашнее покаяние? То покаяние, о котором очень много говорят святые отцы, о котором говорит лестница, добротолюбие и так далее. Это всем другое покаяние. Это духовная жизнь христианина. Это жизнь человека, который уже покаялся и с грехом навсегда порвал. Который отвернулся от греха и пошел ко Христу. Но на этом пути его ждут очень много искушений и испытаний. И вот в преодолении этих искушений и испытаний он часто получает раны, душа уязвляется. Вот это и есть предмет христианского уже покаяния. Не того разового, а всегдашнего. Когда покаяние становится непрерывным состоянием души. Когда не успевает греховная мысль или греховная порочная страсть коснуться ума и сердца, как душе, как реакция мгновенно покаяния. Вот как, допустим, болевые ощущения, да? Когда с нашим телом происходит что-то ненормальное, защемили палец или еще что-нибудь, там резкий перепад давления, и как организм наш реагирует? Болевым ощущением. Нормальный здоровый организм, ему больно. Вот душе, которая родилась выше, когда вдруг ее вновь коснулся грех, ей больно. И она сразу реагирует покаянием. Вот это и есть всегдашнее покаяние. Но это всегдашнее покаяние, оно может быть в живом организме, в организме, который родился свыше, который является вот этим новым организмом. Может ли все это быть без крещения? Ну, вопрос. Как вы думаете, может или нет? Может просто это происходить чисто духовно в сердце человека. А крещение, скажем так, необязательно. Вот так, как я сейчас сказал, это протестантская позиция. Они крещение вообще разводят в другую сторону от рождения свыше. И это, конечно, неверно. Они разрывают слова апостола Петра, когда он говорит покайтесь, вот тем разовым в жизни покаянием, после которого возврата грехов на жизнь больше нет. А есть только борьба с грехом. И тут же докрестится каждый из вас для прощения грехов. И Иисус, сказав о рождении свыше, тут же говорит и о рождении от воды и духа. То есть, таинство крещения, оно абсолютно необходимо. Потому что то, что происходит в нашей душе, внутренне, это некое такое субъективное действие. А теперь оно должно произойти еще объективно. В это должен вмешаться сам Бог. И это происходит при крещении. При крещении нам прощается грех. И больше уже его нет. Вот поэтому, по крайней мере, до пятого века христианства, христиане, люди, даже не торопились с крещением. Потому что они понимали, что после крещения, второго-то рождения, еще раз-то не родишься. Как телесно, еще раз-то не родишься. Поэтому плод не надо рожать в пять месяцев или в шесть. Его надо выносить. И духовно это должно вызреть. И вот когда оно происходит, и тогда человек принимает крещение. А преждевременные крещения, это преждевременные роды. И они дают порой достаточно такие результаты. Ну, такие, какие мы имеем. Когда на весь крещеный мир я бы там приготовил мир, я бы приготовила пир. То есть, есть целый крещеный мир. А нет верных. Или их очень мало. Крещение абсолютно необходимо. Именно в таинстве крещения сам Господь совершает возрождение нашей души. Говорить о том, что душа прощена или рождена свыше без крещения, это самообольщение. Именно в крещении она возрождается. Но крещение не может быть в отрыве от уверования и покаяния. От того, что должно произойти внутри нас. Таким образом, две стороны. Человеческое божественное. Субъективное и объективное. И вот если они соединены, если они встретились, эти две стороны, вот тогда действительно в человеке произошло рождение свыше. Тогда это совершенно другой человек. Древнее прошло, все творю, все новое. Это слова Священного Писания, Христа. И именно эти слова относятся к рождению свыше. Древнее прошло, все творю, все новое. А когда мы видим крещенных, в которых вообще, может быть, даже ничего нового не произошло, это беда наша. Вот это о рождении свыше. И об этом надо проповедовать, об этом надо говорить, и надо вообще-то задуматься о самом себе. Апостол Павел однажды в городе Эфесе задал вопрос, а получили ли вы Духа Святого Веров, крестившись? То есть произошло ли это рождение свыше? Живой и неживой, они очень сильно отличаются. Мы видели прекрасные статуи, особенно если взять античные греческие статуи. Это эталоны красоты, но они холодные. Их не хочется обнять, и с ними не о чем говорить. И вот представьте себе, эта статуя ожила. У меня был дядя. Я помню хорошо его, очень хороший человек, мы его любили, он не имел никаких дурных привычек. Он не курил, не пил, не сквернословил, не матерился, не блудил, не изменял, ну в общем, он соответствовал всем заповедям Божьим. И вот вдруг с этим человеком происходит рождение свыше. Если брать вот по этим анкетным данным, то в его жизни практически ничего не изменилось. не пил, не пьет, не курил, не курит, не матерился, не матерится, не изменял, не изменяет, помогал бедным, помогает, трудился честно, честно трудится, то есть по анкетным данным фактически ничего у него не изменилось. я помню, как мои родители говорили, статуя ожила, вот эта прекрасная, но не живая, и вот теперь она ожила, в нее дух, жизнь вошел. Этому человеку даже не пришлось внешне что-то менять в жизни, потому что ну вот по внешним параметрам у него как-то более-менее все ладно и шло. но внутренне все преобразилось. И он говорил о себе, я был мертв и ожил. И сравните с людьми, которые постоянно говорят, а я с детства всегда был верующим. При этом весь джентльменский набор грехов. Но зато я всегда верующий. И вот этот человек, который говорил, я был мертв и ожил, которому придраться не смог бы ну даже достаточно придирчивый критик, человек, не только прокурор, но и то угодно, даже духовник. Вот что такое рождение свыше, когда вдруг человек ожил. С живым человеком можно говорить, его и обнять хочется. С живым человеком можно делать дела. Это совсем сразу что-то другое. Живой человек подвижен. А тот человек, его ведь сдвинуть-то невозможно. Это некоторые размышления о рождении свыше. Уверование, покаяние и таинство крещения. То, что в человеке и то, что от Бога. Встретилось и появился новый человек, древнее прошло, и вот я творю все новое. и святой князь Владимир, когда смотрел с высоты этого полника на выходящих из воды, он воздел руки и молился, Господи, спаси новые люди Твоя. То есть вошел один человек, а вышел уже совсем другой. Того человека больше нет. Появился новый человек, новая тварь, новая жизнь родилась в человеке. Вот это рождение свыше. А теперь второй вопрос, может быть даже еще более такой непростой, что ли. Это вопрос о крещении Духом Святым. Здесь надо вспомнить Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель проповедовал у Иордана и крестил. И когда к нему приходили люди и спрашивали ты ли Христос, то он что-то сказано, что он не отрекся и сказал нет, я не Христос. И дальше что он сказал? Я крещу вас водою, а тот, который придет после меня, он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Крещение Духом Святым. Ну, вы меня простите, если вам может быть кому-то не нравятся такие вопросы, но а как? Я не буду просить поднимать руку, как вчера, но поднимите ее мысленно или не поднимите или вот кто из сидящих здесь крещен Духом Святым? Все. Нет. То есть все и никто. А, батюшку крестили. О, хорошо, что у нас есть батюшки. Есть на кого все свалить. вот что такое крещение Духом Святым? Так, вот, кстати, любопытно батюшку, а что, крещение Духом Святым это посвящение в духовный сан? Это, то есть Иоанн Креститель это имел ввиду? Что я вас крещу водой, а тот, который после меня придет, он будет вас посвящать в епископы, в пресвитеры, в батюшки. Разве об этом он говорил? Конечно, не об этом. Хотя нельзя сказать, что посвящение в духовный сан к крещению Духом Святым отношения не имеет, но и нельзя ни в коем случае к этому свести. Вот вопрос, что есть крещение Духом Святым? А можно теперь послушать вас? Как? Какое таинство? Причастие. Еще что? Говорите погромче. Миропомазание, крещение, причастие. Таинство, да? Так, в таком случае очень многие из нас крещены, миропомазаны и причащены, да? И тогда вот кто-то сказал, что практически все крещены Духом Святым, да? А теперь давайте так, как говорится, положа руку на сердце. А что, правда все крещенные крещены Духом Святым? Нет. Правда все миропомазанные крещены Духом Святым? И вот эти, есть 92% минус 2, вот эти 90%, которые ни Библию не читают, ни в церковь не ходят, и которых невозможно отличить от неверующих. Вот очень часто такая ситуация, приходят, ну допустим, муж умер, ну жена скорби, плачет, что-то надо делать, пришла в церковь, а он был крещеный? Не знаю. А сколько вы прожили вместе? Ну 29 лет. Так вы 29 лет не разговаривали? Как не разговаривали? Разговаривали. А о чем же вы говорили? То есть за 29 лет не было нужды даже спросить крещен ты или нет. А ведь речь идет как раз о крещенных людях. Вот это крещенные Духом Святым? Нет. А тогда что такое миропомазание? Тогда это что? Посвящение. Освящение. Ну вот встают вопросы. Возьмите катехии и почитайте что такое миропомазание. Вот. значит действительно встают вопросы а что такое крещение Духом Святым? Ну вот один случай прочитаю. Деяние апостольские 8 глава. Началось гонение на христианскую веру. Савву возглавлял его. Уже убит, умершлен архидеакон Стефан и вот что случилось. А между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины. Уверовал некий Симон и крестившись не отходил от Филиппа и, видя совершающиеся великие силы знамения, изумлялся. То есть, что произошло в Самарии? Филипп проповедует, люди, прямо сказано, поверили, то есть, уверовали, приняли крещение о имени Иисуса Христа, крестились, из них выходились с воплем бесы, то есть, они очистились от нечистых духов. Согласитесь, это много. Это не просто так, вышли бесовы, веровали, покрестились. В это время находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон, хитрый и вредный человек, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть ее, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого. Итак, что происходит? С одной стороны, люди, услышав евангельскую проповедь Филиппа, уверовали, покрестились и хоть об этом здесь конкретно не сказано, но по слову апостола Петра «допокайтесь и докреститься», значит, явно и покаялись, и крестились, и из них выходили нечистые духи, и вдруг про это все услышали Иоанн и, ну, апостолы в Иерусалиме. И ни о чем много не расспрашивая, они посылают туда двух апостолов с какой целью, что должны сделать эти апостолы. Возлагать руки и низводить Святого Духа. Проповедовать уже не надо, это сделал Филипп, крестить не надо, это сделал Филипп, люди уверовали, а почему апостолы были уверены, что на них ни на кого не сходил Святой Дух? И как это вообще? Возлагались руки и сходил Святой Дух? Как Симон это увидел? Как можно увидеть схождение Святого Духа на человека? А это что теперь каждый раз? Огонь, свет и так далее. На апостолах это произошло. И когда апостолы возлагали руки, опять сходил огонь, свет и так далее. А сейчас что-нибудь похожее происходит? На освещение и рукоположное? Рукоположное-то да. Как сходить в Сарапске мотове и рукоположное? Вот вопросы. Нам есть о чем думать в нашей духовной жизни. Итак, крещение Духом Святым. Сам Иисус еще при земной жизни с учениками, это в Евангелии от Иоанна есть, говорил им, и Дух Святой, который с вами пребывает, в вас будет. Есть два состояния. Дух Святой, который с нами пребывает, и Дух Святой, который в вас будет. Дух Святой, который с нами пребывает, скажите, это Он с кем пребывает? Священники? А с не священниками Он не пребывает? Вообще есть люди, с которыми Дух Святой не пребывает? Дух Люди, с которыми Дух Святой не пребывает, такие и есть люди. Дух Святой он излит на всякую плоть. Это сказано у пророка Иоиля, и эти слова повторяет апостол Петр. Нет человека, с которым бы не пребывал Дух Святой. Этот человек бы сразу в демона превратился, в изверга. Ведь смотрите, люди, даже неверующие люди, даже безбожники, у них же есть моральные принципы. Причем иногда достаточно высокие, иногда даже достаточно устойчивые. И они делают иногда очень много добрых дел. Но это же правда. Ведь хоть и в уголовном мире, в преступном мире, там ведь тоже есть какие-то нравственные основы. Без Духа Святого мы бы вообще с вами дня прожить не могли. Как физически мы нисколько не можем жить без воздуха, так без Духа Святого, которым живится всякая тварь, не мог бы жить никакой человек. Конечно, степень пребывания Духа Святого с человеком, скорее всего, разная. И это, скорее всего, зависит от человека, насколько он позволяет Духу Святому с ним пребывать. Или человек откровенно богохульствует там, или служит греху, и тем самым отгоняет от себя Святого Духа. Или человек, наоборот, призывает Святого Духа. При идее Вселисимы, да? Понятно, что от человека зависит степень воздействия Святого Духа на нас. Но пребывает он все-таки со всяким человеком. Но Дух Святой, который с вами пребывает, в вас будет. Значит, когда ученики ходили с Иисусом, Дух Святой с ними пребывал, а Он в них был, не было Его в них. Но Он с ними пребывал. Дух Святой, который с вами пребывает, в вас будет. Когда ученики ходили с Иисусом, с ними пребывал Дух Святой. Поэтому у них было тоже очень много доброго, хорошего. Но Его в них не было. И это произошло действительно в день Святой Пятидесятницы. Вот тогда Христос крестил Духом Святым. Христос есть крестящий Духом и огнем. И в виде огненных языков Дух Святой сошел на святых апостолов. Это событие было как-то видно для других. Зримо. Ну понятно огненные языки. Но скорее всего огненные языки видели не все. Наверное те кто были в Сионской горнице видели. А потом когда уже апостолы вышли на пропу, это там было несколько тысяч человек, они как-то собрались к этому времени. Эти люди то скорее всего никаких огненных языков не видели. Иначе они бы об этом как-то говорили. А по дальнейшим их словам и словам Петра видно что они этого ничего не видели. Но зато что они видели? Какими показались им апостолы? Пьяными они им показались. Огня они не видели, шум ветра они не слышали. Это видели и слышали те 120 человек, которые находились в Сионской горнице. А те тысячи людей, которые потом их видели, они ничего этого не видели. Но апостолы им показались пьяными. Они, говорит, напились сладкого вина. Это что? Почему они им показались такими? А что, смело говорить об Иисусе Христе, это призна пьянство? Это похоже на пьянство? А? Светились. А что, пьяные светятся? Они им показались пьяными. Давайте не отходить от повесования деяния апостольства. Языками говорили, да? Я, к сожалению, не полигод, но немножко кое-что тоже могу так вот не по-русски говорить. Если я сейчас начну с вами говорить не по-русски, я буду похож на пьяного? Не, мы не верили, понятно. Они не то что не верили, они даже не знали еще. Они просто видят людей, которые им кажутся пьяными. Вот что они видят. У них перед глазами фар. То есть ведь разные языки, на которых апостолы говорили, они могли произвести какое впечатление? Полиглоты. Где-то, значит, прятались, а на самом деле в академиях учились. Ну а к тому же эти люди были приезжие в основном. Они знать не знали этих людей. Может и правда это ученые какие-то люди здесь собрались. Говорят на разных языках. То есть все-таки говорение на разных языках, оно не похоже на нетрезвое состояние. И даже те, которые говорили, да это же простые галилейские рыбаки. Как мы слышим их на родных наречиях? Их удивило что? Их удивило как? Простые галилейские рыбаки говорят не по-русски что-то не сказал. Вот. Это их удивило, да. Но это не производит впечатление нетрезвости. Впечатление нетрезвости производит, когда у человека некое особое состояние, да? Состояние, ну, некого экстаза, некой экстраординарности. Вот. Некоторой, ну, как хотите, может быть даже неадекватности, да? Вот. То есть что-то необычное, что-то не такое, как есть. А что они знать не знают? У них впечатление, что человек выпивший. Вот. Ну, апостол Петр их успокаивает, что еще только утро, третий час. По-нашему это 9 утра. Правда, у нас в России это бы не было так, не звучало бы так убедительно. Вот. То есть, что раз 9 утра, значит, не пили. Но там, видимо, как-то это звучало достаточно убедительно. Вот. Но они были другие. И это было явно видно. На них сошел Святой Дух. И теперь в Филиппах тоже. Апостолы возлагают руки, и Симон видит, что сходит Святой Дух. Значит, с ними что-то происходит. Если читаем Деяния апостольские, то, конечно, как правило, там сопровождалось, это ряд случаев, это сопровождалось действительно говорением на иных языках. Не на разных языках, а разных языках, собственно, одно единственное свидетельство. Это свидетельство Пятидесятницы, когда апостолы заговорили и на латинском, и на арабском, и на сирийском, и на разных языках. В остальных случаях речь идет о гласолавии. То есть, когда люди говорили на иных языках, то есть, они были в состоянии экстаза. Они произносили слова, которые никто не разумел. В том числе, даже сами говорящие. И это было видно, это было явно. Это было некое действие. То есть, происходило действие крестящего Духом Святым. Мы видим, что это происходило через возложение рук. Хотя в некоторых случаях о возложении рук напрямую не сказано. История церкви показывает, что довольно рано, есть основания предполагать, даже в конце первого века, возложение рук восполнилось помазанием миром. А иногда даже и вполне заменялось миром помазанием. В западной церкви там и миром помазали, и руки возлагали. У них там это и по сегодняшний день так. На востоке пресвитеры, они помазывают обычно только миром, уже не возлагая рук. Да, собственно, возложение рук это дело епископское. То есть, дело апостольское. Почему Петр и Иоанн, и другие апостолы, услышав, что Филипп проповедует в Самарии, люди уверовали, покаялись, крестились, почему они были уверены, что там ни на кого не сходил Святой Дух? Почему для этого надо было послать апостолов? Да, потому что возложение рук могут совершать только апостолы, да? И преемники апостолов, епископы. Этого не могут делать даже пресвитеры, то есть священники. Это действие сугубо апостольское, а в преемстве епископское, святительское дело, возложение рук. Апостолам было понятно, что проповедует Филипп, а кто был Филипп? Филипп был один из семи дьяконов. И дьякон не мог совершить то, что мы сегодня называем таинством миропомазания. И поэтому они посылают апостолов, и те возлагают руки. Таким образом, одним из непременных атрибутов крещения Духом Святым являются апостольские руки. Это на сегодня происходит как раз в таинстве миропомазания. Апостольские руки, или эти же руки, освящающие святое миро, миро это раздается священникам, которым помазываются люди. Это таинство происходит, и поэтому вы вполне правильно здесь вспомнили о таинстве миропомазания. Но контрвопрос был, необходимо да, а достаточно ли? То есть все ли миропомазания у нас похожи на пьяных? Иногда, горькая ирония, в буквальном смысле да. Потому что потом уж что-то много, пива и водки пьют. А вот, чтобы опьянение Духом Святым, и вы здесь правильно вспомнили преподобного Серафима и случай с Матавиловым. Преподобный Серафим с сокрушением говорил, что никто не знает смысла христианской жизни. Ничего себе заявочка, в начале 19 века, Русь, православие, самодержавие и все остальное. Сто процентная крещенность. А преподобный Серафим скорбел и плакал об этом. Он говорил, что люди даже не знают, зачем они христиане. И надеюсь, что многие знают эту беседу, но вполне возможно, что не все. А смысл, говорит, христианской жизни в стяжании, то есть в приобретении Святого Духа. И когда он говорил об этом Матавилову, своему ученику, Матавилов ничего понять не мог. О чем говорит Серафим? Если бы Серафим говорил о миропомазании, тут же было все просто. Матавилов бы ему тут же прибежал и принес справку. В то время действительно, это же регистрационная служба происходила при храмах. Когда он был миропомазан, в каком храме, каким священником и так далее. Но речь шла о самом Духе Святом. О том самом опьянении. Которое было видно в апостолах. Которое видели люди в Самарии, когда апостолы возлагали руки на людей. И когда Серафим говорит ему о Святом Духе, тот ничего понять не может. А Серафим ничего объяснить не может. Ведь вот-то какая беда. Говорить о Духе Святом нет ничего более неблагодарного. Говорить о Христе легко. Потому что там он родился в Вифлееме, крестился в Иордане, и преобразился на Фаворе, распят на Голгофе, вознесся на Илеоне. Воскрес из гроба. Это все можно рассказать, и это понятно. Как говорить о Духе Святом? Какими словами? Какими образами? Как донести? И он только воздохнул мысленно пред Господом. И тогда, как известно, Матавилову было дано это видеть. Он видел свет. От лица Серафима исходил свет. Хотя это было зимой. Лужайка, снег. А это был совсем другой свет. Светлее всякого белого снега. Он ощутил неизреченный аромат, и он ощутил неизреченное тепло. Ну, я кратко рассказываю. То есть он ощутил вот эти действия Святого Духа. Святой Дух, он должен ощущаться или не должен? Опасная тема. Потому что, если человек начнет увлекаться внешними проявлениями, экстраординарными, то он может попасть на психиатрию. Он может духовно попасть в состояние самобольщения и прелести. И, кстати, нередко верующие люди говорят о чем-то особом. Некоторые видят ауру там, некоторые видят как там от иконы, икона как живая и так далее. И много что видят. То есть такие явления действительно бывают. При этом видя все это, совершенно не видно духовного преображения этого человека. Он остается в отношении греха и всего остального в жизни таким же беспомощным, каким был. А Господь на Иллионской горе говорит своим ученикам, идите, молитесь, и через несколько дней вы получите силу свыше. То есть схождение с того Духа это сила. Это сила, которая делает людей совершенно другими. И апостолы, деяния и апостолы Евангелия. Ну, как персонали это те же самые, да, люди? А как, ну, они такие же, какие были? Смотрите, в Евангелии, несмотря на то, что рядом с ними Иисус Христос, они то ропщут, то хотят первенства, то маловерие проявляют, то предают, то отрекаются и так далее и прочее. То есть ведут себя порой очень даже нездорово. А в деяниях ничего этого нет. Хотя рядом с ними Христа нет. Казалось бы, ситуация более сложная. А они идут победоносно через всю Вселенную. Потому что теперь у них сила Святого Духа. И у многих святых отцов мы можем найти то, что как печать нам дается в Таинстве Мира помазания, это должно и реально проявиться. Можно не чувствовать силу. Но тогда это не сила. Вот если нас толкают, мы чувствуем этот толчок. И сила Святого Духа, она чувствуется, она реально действует. И если человек говорит, я ничего не могу, я не могу бросить тот грех, ту дурную привычку, преодолеть страх или простить такой-то грех или еще что-то, или еще что-то, значит у него нет силы. То есть крещение Духом Святым, как и рождение свыше, это некое реальное событие. И разовое, и пожизненное. Разовое, потому что, как действительно это однажды случается, когда Дух Святой посещает человека, и он реально это знает, он как Маталилов там, вот на той лужайке, в том месте, в тот день, при тех обстоятельствах, так и в человеке это происходит реально, как некое реальное событие. А дальше, по слову апостола, идет стяжание Духа Святого. Это пожизненно. То есть не то, что один раз получил, и больше делать нечего. Это было бы даже скучно. То есть нет, потом идет непрерывное исполнение Духом Святым. Кстати, с вином действительно есть некая близость. Апостол Павел говорит, не упивайтесь вином, в нем же есть блуд. Эти слова православные очень многие знают. Но я почти никогда не слышал дальше, а там не точка, там запятая, предложение продолжается. А дальше сказано, ну исполняйтесь Духом Святым. А у нас пить перестал, окей, все хорошо. Проблемы решены. Все плохое позади. Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд, но исполняйтесь Духом Святым. То есть оставить вот то, это только, ну как необходимое условие. И действительно, тому, кто опьянен Духом Святым, ему опьянение алкогольное не нужно. Он и так пьян. Это даже люди видят. Ты что, не трезвый что ли какой-то? Они видят эту силу, она проявляется в человеке, она реальна. И если человек реально в себе воспринимает Святого Духа, то тогда у него очень мало интереса вот к тому вину. То вино в значительной степени потому и нужно, что нет действия Святого Духа, а возбуждения хочется. Возлагать руки. Ну да, вопрос, который может быть немножко нас уводит в другую сторону. Вы хотите к этому же вопросу? Или все-таки дайте об этом немножко порассуждать. Я бы не хотел сейчас уходить в область инославия, потому что Дух Святой с вами пребывает, я уже сказал, это касается всякой твари, в том числе, конечно же, и протестантов, и буддистов, и мусульман, и всех, кого хочешь. Действие Святого Духа, оно бывает, кстати, довольно сильным, например, у мусульманских дервишей, или у мусульманских суфиев, или у иудейских хасидов. И мы не можем говорить, что там нет никакого действия Святого Духа. Но все-таки печать дара Духа Святого, она дается через только апостольские руки. почему апостолы, почему апостолы, услышав, что в Самарии люди уверовали и крестились, тут же послали туда апостолов. Поэтому, когда мы слышим, что у протестантов люди уверовали и крестились, значит, надо туда тут же послать апостолов, епископские руки. Поэтому, если протестанты хотят в полноте и нормально иметь Святого Духа, туда без епископских рук дело не обойдется. Поэтому, всем протестантам я бы советовал срочно писать письмо в Священный Синод с просьбой епископских рук. Священный Синод не сможет просто так не обратить внимание на такую просьбу. Создайте прецедент вашим знакомым или родственникам, подскажите это. Пусть попросят епископских рук. А дальше процесс пойдет. Потому что, действительно, люди уверовали, люди покаялись, люди хотят служить Богу, а епископских рук нет. Потому что, те пастырские руки, которые там есть, это не епископские. Как всем известно, апостольского преемства там нет. Поэтому, говорить о духовной жизни в полноте и совершенстве вне церкви мы не можем. Но мы и не имеем права отрицать действия Духа Святого, где бы то ни было. Однако, если мы хотим действительно иметь крещение Духом Святым в той полноте, в которой Господь нам это дает, тогда нам необходима церковь. Тот самый круг, тот циркус, о котором мы говорили вчера, тогда надо войти в этот круг. То есть, что это за странное желание иметь все, но не быть в церкви. То есть, надо войти в этот церковный круг. Есть три вещи, которые мы читаем в Новом Завете. Дар Святого Духа, дары Святого Духа и плоды Святого Духа. Как правило, эти слова произносятся, но часто путаются. Дарами Святого Духа называются плоды Святого Духа, плодами Святого Духа называются дары Святого Духа и нет этого различия. Дар Святого Духа это что? Это Он Сам. И печать Святого Духа она дается в Таинстве Миропомазания. Когда совершается Миропомазание, то руками священническими помазываются миром и произносятся слова печать дара Святого Духа. Это у апостола Павла Коринфянам говорится, что вы запечатлены Духом в день спасения. Отсюда следует, что день нашего крещения это день нашего спасения. И в этот день мы запечатлены Духом Святым, то есть печать дара Святого Духа. В некоторых катехизисах, и на это обратил кстати внимание протеерей Александр Шмеман в своей замечательной книге «Водою и Духом», в катехизисах 19 века пишется, что миропомазание это неизведение даров Святого Духа. Это конечно очень неточное определение. В миропомазании не дары Святого Духа не зводятся, а даруется сам Дух Святой. Это же разница человек и его дары. Вот есть человек Петр Иванович, а есть его дары. Он умеет рисовать, он умеет водить автомобиль, он еще что-то умеет. То есть у него есть какие-то дары. Значит печать дара Духа Святого это есть он сам. И видимо не зря плакал Серафим Саровский, если даже в катехизисах очень ученые наши богословы 19 века как-то это просмотрели. О Духе Святом, о нем о самом. Он остался где-то за скобками, за пределами реальной жизни. Он на сегодня остается за скобками нашей христианской жизни очень часто. Мы постимся, мы читаем правила, мы делаем то, другое, третий, десятый, много хороших дел. Занимаемся образованием катехизации. А Дух Святой? А Он где-то? Вот дар Святого Духа. А что такое дары Святого Духа? Скажите, можно что-то сделать, чтобы получить дары? Дары это вообще-то подарки. И дары зависят не от человека, который получает их, а от кого? От человека, который их дает. То есть дары зависят от дарующего, или как правильно, дарующего, да? Вот дарующего зависят дары. Кто дарит? Господь, Бог, Он крестящий Духом Святым. И вот Он низводит на нас дары. Апостол Павел в послании к Коринфянам, он перечисляет эти дары. И эти дары Духа Святого, они должны быть, ими живет душа. Дары различные, но Дух один и тот же. То есть видите, в миропомазании одним и тем же Духом Святым мы все запечатлеваемся. А вот дары различные. И служения различные. Смотрите, дар и служение идут в связке. Нет дара без служения, нет служения без дара. Ну правильно, если ты что-то не умеешь делать, значит у тебя не может быть такой профессии. Чтобы иметь такую профессию, ты должен уметь это делать. То есть дары и служения это взаимосвязано. Так и в церкви. То есть дары и служения. И они бывают различные. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера. А как это иному вера? Разве не всем христианам вера? Значит здесь речь идет не о спасительной вере в Иисуса Христа, а о какой вере? О вере чудотворной. О вере, которая сдвигает горло. вера в Иисуса Христа это общее для всех. Мы говорили об уверовании, это относится к рождению свыше. А вот здесь идет особая харизматическая вера, которую действительно имеет не каждый человек. иному дары исцелений. Интересно, везде дар в единственном числе, а про исцеление в множественном числе. Почему? Ну, потому что от зубной боли к одному, а от головной к другому. Это у нас даже в молебнах, да? Священомоченник Антипа от зубов, а Леон Креститель от головы, да? То есть дары исцелений. Действительно один имеет дар исцеления такую болезнь, а другой другой. Это и в медицине так. Один костоправ, а другой что-то другое. Так и духовно. Вот эти дары бывают различные. Дальше иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, речь идет о гласолагии, иному истолкование языков. Вот девять даров Духа Святого, которые перечисляются, это 12 глава, первое послание Коринфяна. Вот это подарки. Это так же, как, допустим, если нет у меня музыкального слуха, то откуда мне его взять? Никак музыкальная академия мне его не даст. Почему? Это подарок. Он подарен или не подарен. И вот эти дары Духа Святого, они даются Богом. Правда, апостол Павел говорит, а, я не скажу, что говорит апостол Павел, что вы скажете? Можно или это грешно? Вот, между прочим, в духовной литературе вы можете прочитать. А? Нельзя ревновать? А если нельзя, то почему? А? Зависть? А, ну тогда я вас понял, но вы не совсем поняли. Ревновать это имеется ввиду не ревность, зависть, а ревновать стремиться. Вот как говорят, ревностный служитель, ревностный дружинник, то есть о том, что я ревную, что у него есть дар исцеления, у меня нет. Конечно, не об этом. Это вы абсолютно правы, это нельзя. А ревновать это другое. Апостол Павел, он говорит, ревнуйте о дарах духовных, наипаче, чтобы пророчествовать. Однажды я подошел к одному проректору одной из наших духовных школ и спросил, как вы учите своих студентов пророчествовать? Он у меня познает как на сумасшедшего. Они учат катехизис, гомилетику, литургику, много чего учат. Я говорю, ну а то апостол Павел говорит, ревнуйте о дарах духовных, а особенно же, чтобы пророчествовать. Как вы учите своих студентов выполнять эти слова апостола Павла? была конференция, на следующий день там какой-то кофе, какая-то кофе пауза, мы там сидим за столиком, и он оказывается рядом, и вдруг продолжает эту тему. Ну тут я уже молчу, мне интересно, значит у него заработала мысль, а правда всему-то мы своих студентов научили, а это? А это что, просмотрели или на этом табу, или эти главы священного писания надо вычеркнуть? Значит об этом можно ревновать? То есть возможно и со стороны человека некоторые действия, посредством которым этот дар может быть получен, но его нельзя имитировать, всякая имитация это ложь и прелесть. А вот получить его от Бога то можно? И как ревновать? И что это такое? Вот это очень интересная тема. Вот значит эти дары Святого Духа ими и живет Церковь. И апостол Павел кстати в 14 главе Коринфянам он говорит когда вы собираетесь он не говорит что служите 3-6 час вечернюю утреннюю а он говорит у кого слово слово у кого псалом псалом у кого язык язык у кого толкование толкование у кого пророчество пророчество то есть вот был типикон апостольской Церкви. Каждый приходил своим даром и в зависимости от дара его служения это харизматическое служение и Церковь она нуждается в харизматическом пробуждении в реальном действии даров Духа Святого тогда Церковь жива тогда она жива Духом Святым об этом плакал Серафим Саровский и он не считал что это удел только некоторых он считал что это удел всех только не все об этом ревнует когда вы спросили а почему многих это нет а решимости нет они решились просто этим заниматься намного другое решились а на это нет поэтому этого и нет а ты решись а ты начни а третье это плоды Духа Святого плоды Духа Святого это у апостола Павла Галатам 5 глава 22 стих плод же Духа любовь радость мир долготерпение благость милосердие вера кротость воздержание на таковых нет закона вот это плоды Святого Духа если там где говорилось об исцелениях чудотворениях языках пророчествах там везде говорится иному 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 да ну то есть одни рисуют другие поют третье там занимается техникой и так далее то есть дары всегда различны они даны иному а здесь тоже иному кротость иному любовь иному воздержание иному милосердие нет то есть плоды у всех все здесь не может быть избирательности а что такое плоды плоды и дары какая разница дерево нормальное дерево плодовое дерево да когда оно растет в нормальных условиях то наступает время там август сентябрь и оно что делает плодоносит так и любой христианин нормально духовно живя и развиваясь он начинает плодоносить не может быть верующего человека у которого бы не было любви милосердия кротости воздержания целомудрия и всего о чем здесь говорит апостол Павел то есть то что мы скорее относим к области нравственной духовно нравственной это плоды которые производит дух святой во всяком нормально живущим развивающимся христианине а вот дары это некие ну вот такие особые передачки с неба которые Господь посылает и там прямо сказано и дух раздает кому хочет ну вот не все поэта на одного муза сошла а на другого нет вот так и здесь то есть дары это некие вот такие особые но есть люди без даров нету и если есть это патология а мы уже сказали что дары и служение они что обязательно у кого есть дар у того обязательно что должно быть служение а если ты служишь то ты должен иметь что да ну грубо говоря не лезь в то служение если у тебя нет дара а вот если у тебя есть дар не смей отказываться от служения вот а плоды они должны быть одни и те же и у всех у нас правда конечно яблоко есть и красное и зеленое и сладкое и кисло-сладкое они разные так и духовные эти дарования бывают конечно различны но тем не менее они должны быть и это как-то происходит немножко само собой если харизматичность она происходит скорее чрезвычайно это некая экстраординарность то плодоношение то оно как-то естественно это ж нельзя сказать о вы знаете позавчера любовь получил а поза-позавчера у меня воздержание началось вот то есть это нечто которое оно как-то идет и идет как река течет если все нормально если плотину там не создали не затор не создали этой воде тут она и течет духовная жизнь течет и плодоносит и так дар святого духа дары святого духа то есть харизматика и плоды святого духа то есть область духовно-нравственная и вот для того чтобы все это было необходимо крещение духов святым без крещения святым духом все это как-то в каких-то перекосах и в каких-то несовершенствах тоже бывает но в церкви это как раз дается в полноте ибо сказано не мерою дает господь духа господь не жадный он не скупой он не то что отмерил нам вот тебе столько а больше не получишь сказано не мерою дает господь господь дает жизнь и дает ее с избытком даже больше чем ты хочешь ты уже выдержать даже не можешь а господь все дает и дает вот это действие святого духа в человеке действие святого духа в христиане ну хорошо а а вот я перечислил не я перечислил а апостол Павел вот это 9 это еще одна тема да от бога или не от бога то есть всегда и везде есть подделка не все золото что блестит да поэтому один из 9 даров святого духа дар развлечения духов вот я например золото от не золота могу не отличить я в этом деле очень плохо соображаю а ведь есть люди химики они возьмут это и раз раз пару действий и они уже выносят стопроцентный результат золото нет не золото они имеют дар развлечения металлов они для этого химию хорошо знают вот так и здесь есть дар развлечения духов и поэтому когда человек имеет дар то он должен обязательно прийти к человеку который имеет дар развлечения духов чтобы убедиться в том что в нем за дарование не хлопать сразу в ладоши о ура у меня дар а проверить его а то раз мне отвесили надо же все руки озолотили а оказывается это не золото какая-то туфта вот так и духовные дары они тоже могут быть подделкой время да да мне тоже очень жалко что до вопросов дело не дошло ну значит так по-моему благословение господне на вас такой благодатью человеколюбием всегда ныне и пресно и во веки веков господи боже наш духом твоим святым посети каждого из нас посети сердце каждого из нас даруй каждому из нас познать рождение свыше познать дар божественной твоей любви и дар святого духа пусть дух святой пребывает и действует в каждом из нас и плодоносит обильно аминь аминь